наше нежелание прощать это часто оправдание для нашей пассивности нежелание менять себя очень важная вещь смотрите то есть мы говорили об этом да что мы привязаны к своей боли к своей гордыни и вот это нежелание оно действительно исходит что я не хочу менять себя мне нравится помните мы вчера говорили да что есть зона комфорта в которой мы живем и есть зона развития и между двумя этих зонами какая зона есть мы вчера и проходили с вами как она называется паники страха и чтобы выйти в зону развития нужно пройти зону паники она всегда будет понимаете потому что здесь комфортно здесь удобно здесь я привык здесь моя боль здесь мои тараканы здесь мы там этот вот давно приедший мне там запах гнили в котором я живу и с ним вроде бы так хорошо это но чтобы развиваться нужно пойти туда и вы сами делали вчера шаг один вы видели какие удивительные вещи с вами происходили зона развития она идет через зону паники страха чтобы простить других нужно научиться прощать себя послушайте это вот последняя вещь о которой мы поговорим что такое прощать себя заключается в том что если я вижу впереди надежду и тем временем раскаиваюсь в том что совершил дурной поступок тогда я очень быстро перешагнует этот этап извлеку урок и пойму и приму благодарным сердцем все то что приготовил для меня господь понимаете да то есть суть прощения не в том что я занимаюсь таким самоедством что я вот себя там унижаю что я такой бесполезный то есть я принимаю урок смотрите раскаивай стол и очень быстро перешагнует этот этап то есть у меня появляется сила когда этого не происходит то это говорит о том что как это называется слово не отчаяние отчаяние да отчаяние то есть отчаяние приходит то есть чаяния нет надежды корни то есть мы решаемся надежды теперь и вот настоящее раскаяние оно заключается в том что у меня есть сила идти вперед и я перешагну этот этап то есть я пойду вперед это вот отличается очень сильная разница то есть когда мы просто гложим себя и у нас не появляется энергии это говорит о том что вся эта энергия это приводит к депрессии господь готов нас прощать всегда святые духовных Чителя готовы нас прощать это безграничная милость Бога бесконечная способность Бога прощать господь готов Нас простить всегда святые духовных Чителя готовы простите. Это безграничная милость Бога, бесконечная способность Бога прощать. Напоследок еще несколько интересных вам цитат, которые помогут вам сохранить вот это. Это можно, знаете, в интернете распространять такие удивительные фразы, в которых можно размышлять. Это безграничная милость Бога, бесконечная способность прощать. Не сложно все это, а? Это смотри, так вы немножко приуныли бы, да? Что вы сейчас чувствуете, скажите, когда это слышите все? Поделитесь. Истину слышим, когда мы выйдем, когда мы могу. Я понимаю, что это очень возвышенная вещь. Я как бы не говорю, что это нужно взять и завтра все это делать. Но это говорит о том, что это действительно истина, понимаете? Это правда. И это так должно быть. И это естество. Это наша природа. Помните, мы говорили, да? Что это природа. Это природа, которая есть у нас внутри с вами. Это природа души, это любовь к Богу. А природа любви, это смирение, сострадание и прощение. Природа души, это любовь к Богу. А природа любви, это смирение, сострадание и прощение. Мы с вами одно единое целое. Весь этот мир, в котором мы живем, это одна большая семья. Семья Бога. Если кому-то в этой семье плохо, то плохо будет и нам. Если мы причиняем кому-то боль, то и нам становится боль. Но если кому-то дарим радость, то радость становится позитивно. Это одна большая семья. И как все это связано, очень просто. Если мы причиняем людям добро, так называем, то нам это добро тоже будет причиняем. Но если мы дарим любовь, то нам будет дарить любовь. Ошибиться может каждый. Признать ошибку достойно. Попросить прощения мужественным. Возобновить отношения с ним. Это то, что должно нас вдохновлять. Ошибиться может каждый. Очень мудрые фразы. Признать ошибку достойно. Попросить прощения мужественным. Возобновить отношения с ним. И у меня в конце для вас есть один подарок. Хотите подарок? Хотите подарок? А? Да. Вы немножко так приумели, хочу подарить один подарок. Вам понравится. Хотите? Конечно. Правда? Все хотите? Хороший подарок. Это уже не будет. Есть уже не будет подарок. Если вы спрашиваете, какой хороший подарок, а вам понравится, приятный. Я не буду вас мучить, ничего не думайте. То я как, знаете, мы однажды с Русланом Нарушевичем встретимся, говорит, Александр, мы с тобой проводим семинары. На моих семинарах люди смеются, а у твоих плачут. Я говорю, вот такая судьба. Но мы одно дело делаем, когда разные люди приходят. Иногда они меняются, мы приходим твоим. Хотите праду, да? Тогда закрывайте глаза. Сейчас я вам подниму. Праду, праду, честно говоря. Закрывайте глаза. И приготовьтесь. Не подглядывайте, а то не получится подарок. Это очень такой ценный для вас подарок. Приготовились, да? Ну, вы сильно, конечно, что-то не ожидаете. Просто все испортил, да? Правда, подарок хороший. На самом деле, я просто, чтобы вы... Он даже произойдет, все ваши ожидания. Сейчас. Готовы вы, да? Теперь открывайте глаза и смотрите на экран. Иногда нам хочется, чтобы кто-нибудь там сказал это слава, правда? У вас все получится. Из уст учить исключительно. Вам, чтобы верить в нас. Вера? Вера не только, что у вас получится. Что у вас получится, чтобы у других тоже получилось. Получится все у вас. Просто, ну, вот. Три дня сидеть, вот все это... Это уже нужно иметь огромное терпение и смирение. Понимаете? Выходные, потратить, еще и деньги за это заплатить. Понимаете? И плакать за эти же свои деньги. Ну, кому расскажи, не поверят, понимаете? Тут за деньги, да развлекайте меня. Ну, вот так вот. Вот мы с вами прошли.